Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему мужчина говорит, что я мучаю его и умоляет оставить в покое? Суть в том, что сам приходит, пишет и звонит. Он мне нравится, и я в принципе отвечаю ему на его симпатию. Я знаю, что сильно нравлюсь ему, что он не может забыть меня. Знаю, что снюсь ему ночами, и его сильно тянет ко мне. Но почему не обвинять меня, что я мучаю его и не оставлю его в покое, когда я вообще ничего не делаю? У нас было с ним общение и секс. Я была у него первой девочкой в интимном плане, он решил уйти сам. Я его не держала, не истерила, отпустила, пожила в счастье. Я живу и наслаждаю свою жизнь, не забыв о нём. Он опять приходит. Писал мне, звонил, просил о встречах. Я пошла на контакт, но в итоге он всё пытается выставить так, как будто-то я сама ему звоню, а он живёт спокойно. Идет бац, я его бедного мучаю. И так происходит постоянно. Уже два-три раза. Второй-третий раз. Что с ним происходит? Ему через три месяца будет 24 года. Может, он ещё не созрел, как мужчина, и не готов брать ответственность. Хотя от родителей не зависит, снимает жильё с друзьями, имеет работу, сделал себе уже карьеру и доход. Но, может, для отношений он ещё не готов, хоть и хочется. Почему он обвиняет меня? Смотрите на него. Важно понимать, что мы не обсуждаем третьих лиц. Мы не работаем с третьими лицами. Психологи не работают со смешанными лицами. К нам обратились вы, поэтому мы работаем исключительно только с вами. И всё. И вот если исходить из такой позиции, что выглядит так, как будто вы чувствуете вину, как будто бы вам некомфортно, тот мужчина обвиняет в вас. И... выглядит так, как будто он вам нравится, он вам симпатичен, и вам обидно, что он реагирует таким образом. Мне показалось, что вы внутренне хотите и требуете, чтобы он брал на себя ответственность в отношениях. Я очень прошу сейчас меня правильно понять. Дело в том, что ответственность это то, что человек готов вкладывать в отношения другого человека. ответственность это то, что человек хочет делать для другого. Хочет. Сам хочет. Это ответственность. Когда и если мы говорим о том, что человек что-то должен, мы здесь начинаем деструкцию. Конечно, можно сказать, чего я хочу, но у другого человека всегда есть выбор. У другого человека всегда есть выбор не делать того, что вы хотите. и лично мне, исходя из вашего текста, показалось, что вы, может быть, даже не прямо требуете от человека чего-то. Какой-то ответственность. то есть вы, может быть, не прямо, а какими-то своими действиями и поступками создаете чувство у мужчины, что он что-то должен для вас сделать, такое, чего он не хочет. Я думаю, что он, если у вас складывается впечатление, что мужчина перекладывает ответственность на вас, то поскольку это не единичный случай, вы сами, скорее всего, в чем-то, где-то перекладываете ответственность на него. Я понимаю, как это звучит. Я понимаю, что, может быть, вы с этим не согласитесь, но, тем не менее, мне так показалось. Здесь мне показалось, что у вас такое вот обоюдное нарушение личных границ происходит. Взаимное нарушение. У него ваших по-своему, а у вас его тоже по-своему. Вот. Поэтому я бы здесь, конечно, в первую очередь обратил бы внимание на то, что вы от него ждете, на то, что вам бы от него хотелось, как на некую среду, потенциальную для того, чтобы в этом чувствовать некоторую фрустрацию. понимаете, да? Вот такая вот история. И на мой взгляд с этим вам в первую очередь нужно работать над тем, чтобы с одной стороны адекватно выражать свои желания, адекватно исследовать то, чего вы хотите с одной стороны и с другой стороны быть готовой к тому, что вам откажут и адекватно на это реагировать. Адекватно реагировать на то, что вам могут отказать. Конечно, скорее всего, скорее всего, вы сами это знаете и скорее всего вы скажете, что я и так это делаю. Ну, судя по тому, что вы пишете в своем тексте, это все-таки не совсем так. все-таки есть по-видимому какие-то перекосы и вот именно именно с перекосами на мой взгляд нужно работать, чтобы их не было этих перекосов, чтобы не было этих, ну, скажем так, проблем, да, как с вашей, так и с его стороны. Ну, в первую очередь, конечно, с вашей стороны, потому что, чтобы вам было комфортно. Ведь, понимаете, человек на самом деле, если мы так немножечко возведем в абсолют то, о чем вы говорите, человек может вообще-то обвинять вас в чем угодно. Человек может говорить вам что угодно, человек может проектировать, то есть переносить, присваивать вам что угодно. это, в принципе, нормально. Важнее другое, как вы на это реагируете. Вот. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что поработать нужно в этом направлении, а не стараться понять почему человек ведет себя именно так, как ведет. Понимаете, да? То есть когда вы пытаетесь понять, почему человек ведет себя так, как ведет, вы, к сожалению, игнорируете себя, вы игнорируете свою психическую активность, свой внутренний мир, свою психологическую жизнь, свою ценность как личность и так далее. конечно, не буду спорить, вдвойне странно это говорить вам, человеку, который вроде как ведет себя с партнером вроде бы адекватно. Именно, именно, что вроде бы. в том смысле, что вы совершенно хорошо делаете то, что живете своей жизнью, вы совершенно хорошо делаете, что действуете так, как хочется вам, но, тем не менее, вот эти проблемы, о которых я сказал, видимо, играют все-таки, все-таки определенную существенную роль. И на это, на мой взгляд, вам нужно обратить свое внимание. понимаете, да? Вот, то, что я хотел до вас сейчас донести. Задуматься, посмотреть, прислушаться к себе, к своим ощущениям, и решить-таки, что вы будете делать дальше. То есть, важно не то, что человек вас обвиняет в чем-либо, это его право, а то, что вы будете делать. То, как вы будете дальше простраивать свою линию поведения. Вот это является самым важным. Так получается, что вы потихонечку, шаг за шагом сдаете свою позицию такого свободного человека, человек, который не зависит от другого. Внешне вроде бы так, но здесь очень важно не обманываться. Здесь очень важно не находиться в иллюзиях относительно того, что происходит. Потому что, когда, если вы находитесь в этих иллюзиях, вы не заметите, как на самом деле станете чувствовать вину по отношению к тому, что мужчина говорит, если вы не будете чувствовать свои личные границы. Понимаете? Просто то, что вы описываете, является первым таким звоночком. Звоночком в сторону того, что ваши личные границы нарушаются. И вы сейчас пытаетесь узнать, а почему, почему, почему же человек так себя ведет? Спрашиваете вы? Вот это, конечно, довольно опасно, я бы сказал. Это довольно опасный момент, как мне повторюсь, кажется. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. надеюсь, что вам это было полезно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи. Надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. обращайтесь пожалуйста за помощью. Не затягивайтесь этим. Вот выбирайте психолога и начинайте работать. работ. В